добрый день друзья мои меня зовут ирина и вы на моем канале спицы крючок и фантазии сегодня мы с вами будем вязать вот такую красивую шапку шапка подойдет для любого возраста и я думаю что и мальчикам и девочкам потому что узор очень такой универсальный значит для мальчиков и девочек соответственно можно просто менять цвет добавлять для маленьких детишек добавлять ушки и подклад вот для взрослых просто менять цвет дам для женщин более женские цвета для мужчин мужские цвета и может быть вам фон чуть чуть поменьше шапка очень легко вяжется и выглядит очень красиво узор я приведу схему для кругового вязания вам покажу как он вяжется сидит на голове прекрасно просто съемный помпон значит как изнутри выглядит вот он помпон крепится вот шапка вяжется по кругу бесшовная 14 15 сантиметров вяжется резинка один на один а затем 14 сантиметров вяжется рельефным узором полотно круговым вязанием и затем делается убавки вот такая шапочка значит общая длина шапки 28 29 сантиметров до убавок с линии убавок плюс еще там три сантиметра то есть 32 сантиметра шапка так для вязания такой шапки нам понадобится вот такая пряжа но вы можете выбирать любую пряжу сделать собственные расчеты вот значит смотрите ализе real 40 здесь идет 60 процентов акрила 40 процентов шерсти значит метраж здесь на 100 грамм 480 метров я вязала в две нити и цвет здесь 620 или 522 522 очень красивый цвет понадобится 2 значит два вида кольцевых спиц с диаметром лески 40 сантиметров это троечка для резинки три с половиной для основного полотна для закрытия макушки мне нужны три с половиной спицы чулочные ножницы сантиметровая лента и игла с широким муском какие расчеты необходимо сделать для того чтобы связать такую шапку значит необходимо знать обхват головы я вязала на обхват головы 55 57 сантиметров необходимо знать плотность нам для этого вяжем образец делаем bto у меня это 22 петли в 10 сантиметров значит я умножаю 55 на 2 и 2 у меня получается 121 петля значит для того чтобы шапка плотно облегала я отнимаю примерно 15 процентов это зависит от 15 10 или 20 от 10 до 20 процентов значит мы отнимаем это зависит от эластичности наши пряжи я отняла 15 процентов значит 121 минус 15 процентов на плотное облегание у меня получилось 103 петли нам необходимо количество петель кратное 10 для вязания нашего рельефного узора округляем 103 до 110 петель и плюс 1 петля для соединения в круг получается 111 петель набираем на спицу номер 3 и вяжем резинкой один на один 14 15 сантиметров вот затем вяжем рельефным узором на спицах номер три с половиной еще 14 сантиметров и высота шапки до убавок должна составлять 28 29 сантиметров значит здесь я привожу схему рельефного узора шапки при круговом вязание то есть у нас все ряды лицевые значит смотрите мы начинаем с изнаночной петли дальше идет жгут затем идет узор дорожку узор рис из четырех петель значит рапорт узора равен 10 петлям и 6 рядам в каждом шестом ряду мы делаем перехлёст вот посмотрите здесь влево значит ну и условное обозначение вы можете сделать скрин этого листа и сохранить себе так на спицы номер три с диаметром лески 40 сантиметров я набрала 110 петель основных и одну петлю для соединения вязания в круг я соединяю вязание для этого правой спицы беру с левой спицы петлю одеваю на нее придут последнюю петлю с правой спицы и возвращаю опять на эту спицу все теперь я буду вязать резинка 1 на 1 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная перед тем как соединить вязание в круг внимательно посмотрите чтобы у вас вот здесь не было перекрутов никаких исправить потом будет невозможно и так мы вяжем резинкой 1 на 1 на высоту 15 сантиметров вяжем самостоятельно я провязала резинкой 15 сантиметров посмотрите какой у меня получился хороший отворот я даже могу его изменить значит отворот шесть с половиной 7 сантиметров можно спокойно делать да и даже 8 если вы любите по шире отворот чтобы он хорошо закрывал уши значит можно 8 сантиметров значит дальше я начала вязать узор специально провязала больше чтобы показать вам как распределяется узор покажу сейчас как мы начинаем вывязывать узор значит вот после маркера начинается а начало ряда идет значит первыми мы вяжем изнаночную затем идут 4 петли жгута затем идет опять изнаночная и вот здесь идет полоса узора рис мы ее вывязываем каждый ряд значит если в данном ряду мы вывязываем лицевой значит следующий ряд это петля будет изнаночной благодаря такому перемещению петель мы получаем вот такой красивый узор из значит опять идет изнаночная значит возле жгута мы вывязываем под по одной изнаночной по бокам 4 петли жгута опять изнаночная и узор рис 4 петли 3 4 значит вяжем таким образом хотел сказать значит перехлёст мы делаем в каждом шестом ряду вы можете делать любую сторону перехлёст можете делать чаще перехлёст тогда он будет более закрученный жгут как косичка будет то есть этого по вашему желанию сейчас покажу как будем делать перехлёст значит как я сказал в каждом шестом ряду да но тем не менее я покажу этом ряду значит две петли снимаем вот так разворачивая затем вяжем две петли со спицы нить за работой и снимаем с дополнительной спицы вот эти две петли переодеваем их и провязываем перед работой провязала несколько рядов и хочу показать вот уже в том ряду в котором должны быть перехлёсты как я и буду делать значит довязываю до маркера у меня начало ряда еще раз узором до изнаночная затем идут четыре петли жгута как что мы делаем значит петли снимаем можно дополнительную спицу можно на эту спицу если вы владеете этим методом снимаем вот так переворачивая чтобы они потом не перекручены были затем вяжем две петли которые у нас есть на левой спицы петли которые значит мы сняли мы переснимаем и делаем их перед работой и провязываем лицевыми петлями далее идет изнаночная петля и смена петель то есть над лицевой мы вяжем изнаночную над изнаночной лицевую благодаря этому у нас узор рис еще один жгут две петли снимаем переворачивая их лицом к себе две петли на спице провязываем затем провязываем две петли которые были сняты до этого провязываем лицевой и изнаночную который идет возле жгута значит мы вяжем узор на высоту 14-15 сантиметров вы смотрите мерите по себе если вам нравится по длине шапка значит вяжите 15 в общем значит длина шапочки до закрытия макушки от начала вот этой резинки должна быть 28 29 сантиметров вяжем самостоятельно на высоту узор а затем приступаем к закрытию макушки и так я связала узор на высоту на нужную мне и сейчас я замерю в общем длина шапки до убавок у меня 28 сантиметров вот пожалуйста так и теперь мы будем делать убавки значит эта петля еще предыдущего ряда и вот следующую петлю я тоже присоединю значит предыдуем до маркера поставлю значит буду балов делать убавки 4 петли мы вяжем лицевыми следующие 6 петель мы вяжем по 2 вместе лицевой дальше где жгут мы вяжем опять 4 лицевые и следующие 6 петель мы вяжем по 2 вместе с лицевой за переднюю стенку так мы продолжаем делать до конца ряда и следующий ряд мы вяжем просто лицевыми петлями так провязали два ряда теперь будем вязать третий ряд третий ряд вяжем все петли по 2 вместе лицевой с наклоном вправо значит этот ряд вяжем по 2 вместе лицевой с наклоном вправо следующий ряд 4 вяжем просто лицевыми петлями вяжем до конца ряда самостоятельно следующий ряд вяжем пятый ряд убавок значит опять вяжем по 2 вместе за переднюю стенку я перешла на чулочные спицы потому что количество петель уменьшилось и мне удобнее на чулочных спицах значит пятый ряд вяжем по 2 вместе лицевой с наклоном вправо а следующий ряд 6 вяжем просто лицевыми петлями так мы провязали 6 рядов и сейчас будем вязать 7 ряд у нас осталось немного петель мы все будем вязать по 2 вместе лицевой с наклоном вправо то есть за переднюю стеночку вот так так я провязалась мой ряд у меня осталось 8 петель обрезала ниточку в дело иголочку и теперь я все петли пропущу ну вот стяну с помощью иглы так 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 макушечка вот такая сейчас я ее хорошенечко стяну вот она будет как цветочек перевожу иглу до изнаночную сторону хорошо подтягиваю закрепляю и еще раз пройдусь по этим петлям на всякий случай до чтобы они крепко держались так все прошло все по всем петлям все еще раз закрепляю нет нить и прячу нить все можно ниточку отрезать эту остальные нити спрятать эту ниточку спрятать здесь тоже соединение было спрятать итак вот наша шапочка она уже связана все ниточки спрятаны значит смотрите можно ее делать с помпоном носить с помпоном можно ее носить без помпона она очень хорошо смотрится значит по форме закрытия макушки наверное как такой шапочка такой значит как она выглядит вот в таком состоянии да в развернутом состоянии можно ее измерить всего какая длина шапки значит длина шапки от макушки до низа составляет почти 30 сантиметров вот раз на размер головы она примерно 55 56 но она немножко даже и больше будет я так вам скажу так что еще красивый рельефный узор хорошая такая плотная резиночка очень красиво смотрится на голове я покажу вам потом одену на манекен вот итак мы с вами связали вот такую шапку и если вам понравился этот мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик и меня зовут ирина и вы были на моем канале спицы крючок и фантазия всего доброго до новых встреч как как вы Продолжение следует...